Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск Каждый день, вечер и утро Реальность сама складывает картину дня В студии Евгений Луковкин Смотрите сегодня в программе Виновный найден Это у нас были носители Это инфекция сотрудники пищеблока Напрямую уже доказывают Которые дают положительные результаты И получается, что от них заразились дети Ситуация с отравлением на контроле правительства Как сборная творит чудеса Это потому, что болельщики так активно болеют За наших спортсменов Потому что мы всегда рады победам нашим Всегда за них очень сильно переживаем И радуемся Вот, наверное, в этом залог успеха Российский футбол нового уровня Ульяновск тыловой Один из создателей легендарного УАЗ-469 Винокуров Алексей Васильевич 1933 года рождения Писал о первых днях войны Хоть все и предчувствовали наступление войны, но началась она внезапно О родине Ленина в военные годы Зеленые насаждения на склоне парка Дружбы народов У самого берега Волги пошли под нож бульдозера Садоводческое некоммерческое товарищество «Волга», на чьей земле ведутся непонятные работы, больше не существует Такая информация накануне появилась на одном из ульяновских пабликов По информации автора поста, заброшенные в сельскохозяйственные участки рядом с парком Дружба народов Сравняли с землей, деревья вырубили, пострадала, цитирую, никем не контролируемая территория парка Тему поддержали неравнодушные к изменениям жители города Высказали предположение, что вырубка деревьев может привести к крайне неприятным последствиям, вплоть до оползней Что на самом деле происходит по соседству с мемориальным комплексом, выясняла моя коллега Гульнар Шрипова Пыль, дым и шум с самого утра Буры строительного мусора в перемешку с ветками и свалами деревьев Пока техника формирует новые кучи, рабочие разбирают мусор от снесенных строительных построек Все это часть противооползневых мероприятий На территории которой относятся к частной собственности СНТ «Волга» Они проводятся с мая месяца Сейчас вот это все убираем У нас еще вот лоток вот идет Там дальше еще один лоток идет И мы, короче, все это будем восстанавливать С просьбой о восстановлении и приведении в нормативное состояние дренажной системы склона Обратился собственник земельного участка садового товарищества «Волга» Противооползневые работы ведутся только на территории СНТ И согласованы с временно исполняющим обязанности главы города Частичную замену труб, дренажа Два участка мы поменяли, это 50 метров Нам еще осталось 48 На данный момент сейчас проводим ополаживание склона Так как при осмотре данной территории было выявлено, что грунтовые воды размывают и увлажняют склоны Вырубка деревьев велась возле объектов, подлежащих ремонту Без этого обеспечить доступ техники к колодцам и канавам было бы невозможно Строительные конструкции и насаждения, не препятствующие реконструкции дренажной системы, остались на своих местах Уверяет производитель работы Мы туда не лезем, мы вот где делаем, вот Все, вот какие вопросы-то вообще Вопросы остались только к городской администрации Какие документы нужно собрать и какие согласования они должны пройти? Возникнет желание провести противоуползневые работы у других собственников прибрежных или иных земель Пояснить нам так и не смогли Гунара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73 Тревожная весть о заболевании детей в пришкольных лагерях быстро облетела Ульяновск Сразу два лагеря в 30-й гимназии и 58-й школе экстренно закрыли свои смены А Министерство образования и Министерство здравоохранения подключились к проверкам учреждений За ходом разбирательств следил председатель регионального правительства Александр Смекалин Напомним, он первый обнародовал информацию о ЧП в одном из аккаунтов в соцсетях Буквально на днях проверка завершилась О ее результатах руководителю Кабмина сообщили на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии Первая версия об отравлении подтверждения не нашла Не подтвердилась и версия с инфекцией в бассейне Однако вопросы остались Визит детей в последний вызвал нарекания В этот же день там бывали и другие посетители Практически сразу специалисты стали говорить о норовирусе Проверили контактных детей и сотрудников Мы знаем, из-за чего дети вот так пострадали Это у нас были носители этой инфекции Сотрудники пищеблока напрямую уже доказывают Которые дают положительные результаты И получается, что от них заразились дети Сотрудники лагерей, как и положено, проходили обследование при приеме на работу Нарушений в их документах или же медицинских противопоказаний не обнаружено Однако санитарная проверка вскрыла другое серьезное нарушение Повторяемость блюд Иными словами, на столах детей могли появляться вчерашние салаты Компания-организатор детского питания, несмотря на то, что к ней пока что претензии никто не предъявил От комментариев отказалась В любом случае, деятельность пищеблока, который обеспечивал питанием два летних лагеря, приостановлена Лицензия сработала, я считаю, на качественном уровне в один день То есть это эталонный вариант, когда было проведено выявление, проведено конкурс Весь мероприятие, обследование Это действительно эталонный вариант На сегодняшний день все дети, которые поданы экстремизвещением Все удовлетворили в хорошем состоянии Еще семь человек, в том числе четверо работников кухни, у которых вирус все-таки нашли С жалобами не обращались На сегодняшний день новых случаев заболевания не выявлено Очаговую вспышку удалось быстро подавить и не дать ситуации разрастись Прервавшийся отдых дети смогут завершить в другие смены Сейчас школа готовится к проверке, которая вынесет вердикт летним лагерям Все санитарно-эпидемиологические предписания необходимо исполнить всем сотрудникам Заново получить медицинский допуск Времени до начала второй смены не так уж много Вера Мещерякова, Александр Кретинин, репортер 73 Умным городом должен стать Ульяновск до 2030 года Концепцию и план мероприятий областное правительство сформировало год назад Менее чем за 13 лет областной центр обязан кардинально преобразиться По этой программе предусматривается оперативное внедрение цифровых технологий в промышленность, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство Сегодня губернаторам жестко поставлен вопрос по привлечению инвесторов в IT-отрасль А также расширению мер поддержки для этого направления Непростые задачи для благоустройства будущего Обсудили на заседании Президиума Совета по реформам и приоритетным проектам По какому пути пойдет 73-й регион, расскажем далее Региону предстоит проделать колоссальную работу Привести в область инвесторов IT-сферы Проработать новые меры поддержки для работников отрасли До 2030 года покрыть цифровыми технологиями Как минимум промышленный сектор, ЖКХ и сельское хозяйство Ударными темпами отходить от сложившейся системы прошлого к системам прогрессивны Эти вопросы решали на заседании Совета по реформам и приоритетным проектам Встреча началась с презентации автозавода УАЗ Новой системой работы, которая принадлежит ульяновской IT-компании Наша компания, проф. IT-групп, разрабатывала там МЕС-систему по управлению производством КЮМЕС-систему по управлению качеством Подробную экскурсию у нас провела руководитель проекта Оксана Кузнецова Все ему рассказала, показала визуализацию Сергей Иванович заинтересовался данным проектом И уже на следующей неделе хочет назначить дополнительную встречу Мы автоматизировали весь производственный цикл Ульяновского автомобильного завода Что позволяют текущие системы, которые были установлены Они позволяют в режиме онлайн посмотреть производственный цикл И что также может влиять на мобильность принятия управленческих решений Планируется, что такая практика может стать одним из ресурсов Для работы по проекту развития отрасли IT Кроме уже созданной концепции «Умный город», расписанной до 2030 года Необходимо до октября проработать план развития цифровой экономики и информационных технологий Соответственно, правительство внесет изменения в инвест-программу Одновременно мы должны отработать все вот эти изменения С бюджетным процессом, который мы с вами запустили Причем не только с муниципально-региональными бюджетами Но и с учетом того, что сейчас формируется федеральный бюджет И с федеральным бюджетом Все эти шаги предусмотрены программой цифровой экономики Российской Федерации То есть в создании общего национального проекта каждый регион обязан предоставить свою программу цифрового развития В оперативном порядке правительство определяет слабые стороны этого сегмента Которые необходимо корректировать и параллельно определять направление работы Например, есть рабочая группа Вот вы сегодня критиковали Рабочая группа на уровне Тюрина У нас есть, это цифровая технология в транспортной отрасли В министерствах есть должностные лица, ответственные Ни на уровне за министров, но все равно закреплены те, которые отвечают за информатизацию Что уже есть у Ульяновской области по цифровым технологиям Лидером направления является здравоохранение, где происходит постепенная информатизация Хуже себя чувствует сельскохозяйственная отрасль Например, для мониторинга лесов В области есть только шесть беспилотных летательных аппаратов Что касается строительной сферы Сегодня тестируют информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Для нее необходимо 5 миллионов рублей, а на сопровождение 95 тысяч рублей в год В целом у промышленного и строительного сектора нет общей стратегии цифровизации Анжела Забашта, Иван Демидов, репортер 73 Не полетим пока Аэропорт в Баратаевке ждет своего открытия почти два года И оно вновь отложено Традиционная российская забава Чиновники обещают, подрядчики ремонтируют Эксперты проверяют, а выполненные работы никак не бьются с ожиданиями То ли Ульяновский институт гражданской авиации К которому относится взлетная полоса аэропорта имени Карамзина Не может привести в соответствие с техническими требованиями все проектные документы То ли исполнители затягивают приемку экспертиз по уже выполненному ремонту До сих пор не ясно Ясно другое За некомпетентность некоторых приходится расплачиваться имиджем региона Изменилось требование по законодательству Возникли новые требования с учетом подготовки к чемпионату мира Повысились вот эти критерии безопасности И нам пришлось достаточно большое количество документов просто переделать Сейчас все документы находятся на экспертизе Экспертиза завершает свою работу Уже сегодня я буду разговаривать с руководителями госэкспертизы Надеюсь, что они мне уже обозначат конкретную дату выхода документов А уже на этой неделе я проведу большое совещание в самом центральном аэропорту Мы готовимся к открытию аэропорта Полное интервью губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Смотрите в понедельник, 25 июня в 19.30 в эфире Репортера 73 и онлайн Мундиаль в России продолжается Мундиаль в России продолжает удивлять В группе А, где сошлись команды России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая Кипят нешуточные страсти Позади два матча и два сокрушительных поражения наших оппонентов Две уверенных победы сборной России Наша съемочная группа вышла на улицы с вопросом В чем секрет успеха нашей команды? Ответ ульяновских болельщиков в постоянной рубрике телеканала Репортер 73 Глаз народа Это потому, что болельщики так активно болеют за наших спортсменов Потому что мы всегда рады победам нашим Всегда за них очень сильно переживаем И радуемся Вот, наверное, в этом залог успеха Много платят, хорошо тренируются Ну, я думаю, то, что поддержка болельщиков И установки тренера, тактика Но, как показали игры, то, что тактика все-таки у нас есть И, ребята, не просто бей-беги, а действительно играть в красивый футбол Ну, не знаю, надеюсь, вся страна объединилась в этом успехе И хороший состав За наших болеете? Нет, в принципе, просто болею Конечно, можно пошутить, что это Мельдоний Ну, я думаю, удачи Ну, тренерская работа, наверное, пройдена хорошая И состав там поменялся немножко Все равно как бы Ну, скорость видно, что скорость прибавилась Вообще так, ну, неплохо сыграли Желание, желание бороться появилось в нашей команде До этого ее желания борьбы не было А сейчас Вот реально видно, что команда борется И хочет добиться результата Каждый игрок на своей позиции отрабатывает на все 100% Впереди соперники такие Если мы попадем либо на Испанию, либо на Португалию Это, конечно, жаркий будет матч Но я сам из Самары Сейчас ждем матча с Уругваю Будем надеяться, что выйдем с первого места Дай бог, чтобы, как говорится, вообще, чтобы футбол, как говорится, прижился в России И мы стали вообще чемпионами постоянными, регулярными Чтобы этот, как говорится, плохой урок сошел с нашей страны, с нашей футбольной командой Чтобы мы всегда побеждали и забивали К другим темам Повысить контроль и качество Ульяновские продолжают бесплатно обучать старших по домам Курс посвящен теме ЖКХ Спецпроект приносит реальные плоды Цели его просты и понятны Грамотность жильцов необходимо повысить Рассказать тонкости технической эксплуатации Жилых домов От работы ресурсоснабжающих и управляющих организаций До формирования благоустройства В том числе перехода на энергоэффективное оборудование На одном из таких обучений работали мои коллеги На примере дома на улице Промышленной Собравшимся показали и рассказали Все о системе погодного регулирования Подробности далее Пример благоустройства для участников очередной образовательной сессии 32-й дом по улице Промышленной На встрече присутствует около 20 старших По домам, которые заинтересованы В установке прибора погодного регулирования В этом доме Промышленной 32 Установлен прибор учета и погодного регулирования За прибор погодного регулирования В прошлом году на общем собрании Было принято решение установить его Со спецсчета капитального ремонта Стоимость его 470 тысяч Качество не падает, зато уменьшается стоимость Такая разница видна по платежным документам Сравнивать необходимо прошлый отопительный сезон и настоящий В 2017 экономия жителей составила 480 тысяч рублей Фактически при такой энергоэффективности Только ресурсоснабженцы могут остаться недовольны Работает такой прибор следующим образом Устанавливается датчик температуры воздуха Который стоит над подъездом на улице И этот датчик считывает температуру воздуха Если на улице тепло, перекрывается клапан И тогда в дом не поступают гигакалории А вся вода циркулирует внутри дома Соответственно идет экономия Для наглядности старшим по домам Показали, как система выглядит в реальности Кстати, после установки подобных приборов Организация продолжает их обслуживать Здесь установлено оборудование Ну, скажем так, в топовом исполнении Это максимально качественные насосы, клапаны Все производства импортного То есть немецкие насосы, австрийский клапан Решения об установке, конечно, должны принимать жители своим голосованием На общих собраниях На практике проще, если дом имеет статус товарищества собственников Есть подобные модернизации и обратная сторона Прибор, конечно, очень целесообразный И очень позволяет сэкономить много Но дело в том, что я говорю, у меня 18 подъездный дом 15 элеваторных узлов и 5 вводов У меня очень тяжело будет окупиться этим прибором А вообще прибор очень хороший Вопрос упирается в материальную часть Взять деньги на установку погодного регулирования Можно и средств капитального ремонта Однако тут ждут трудности Если большая часть собственников копит долги перед управляющей компанией Соответственно, финансовых вливаний от капремонта здесь быть не может Второй причиной может стать острая необходимость Тратить деньги на другие нужды многоквартирного дома Известно, что коммунальная сфера в стране практически изношена Анжела Забаштай, Иван Демидов, репортер 73 Ульяновск, пожалуй, самый наглядный пример того Как трагические моменты истории в корне меняют судьбу целого города До Великой Отечественной войны численность населения здесь колебалась в пределах 100 тысяч человек А из крупных предприятий была лишь знаменитая, построенная в годы Первой мировой, Володарка Патронный завод, на котором работало 12 тысяч наших земляков И уже в ходе ожесточенной кровопролитной борьбы в городе появились новые заводы Учреждения культуры населения выросло почти в два раза Ульяновск действительно стал третьей столицей СССР Союз Советских Социалистических Республик всегда жил с прицелом на перспективу Этому не мешали ни холодная, ни локальная, ни даже Великая Отечественная война Один из создателей легендарного УАЗ-469, Винокуров Алексей Васильевич, 1933 года рождения, писал о первых днях войны Хоть все и предчувствовали наступление войны, но началась она внезапно В первые дни еще надеялись, что Красная Армия быстро отбросит немцев за рубеж Но они наступали и наступали Началась мобилизация Некоторые наши земляки были мобилизованы вторично после финской кампании Население запасалось чем могло Дровами, кормами, продуктами Запеченным хлебом ездили в Ульяновск, чтобы запасти сухарей Принято считать, что Ульяновск за 4 года войны дал фронту треть патронов, каждую девятую шинель и так далее Не все знают, что в первый год войны ульяновский патронный завод производил 80% патронов Остальные патронные заводы оказались либо захвачены, либо разбомблены Довольно быстро число рабочих увеличилось до 20 тысяч, а смены стали 12-часовыми Несмотря на это, не прерывалась научно-конструкторская работа Изобретались новые патроны, улучшались конвейерные линии, оптимизировались трудовые затраты 15 эвакуированных предприятий срочно обустраивались на ульяновской земле В 1941 году, когда немцы подошли очень близко к Москве Наше правительство, советское, приняло решение о эвакуации ряда крупных учреждений, предприятий по различным направлениям И вот завод имени Сталина, производство автомобиля, именно сборка автомобилей ЗИС-5 Было направлено именно к нам сюда, в Ульяновск Первая площадка будущего УАЗа находилась на месте нынешнего моторного завода Строилось временное жилье, цеха, осваивалась земля, ставшая впоследствии постоянной территорией завода К 1943 году здесь собирались американские студибекеры, ЗИС и производились детали для вооружений В 1944 году в городе для детей открылся кукольный театр Без перерыва на войну работала артель по производству игрушек Страна жила с первого и до последнего дня войны с чувством безграничной уверенности в будущем Поэтому неудивительно, что после окончания многие предприятия так и остались там, куда их эвакуировали И Ульяновск стал одним из ключевых промышленных центров послевоенных лет Павел Половов, Александр Кретинин, репортер 73 Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов Выступит на площадке у аллеи пионеров Ленинского мемориала 22 июня Это концерт, посвященный скорбной дате, началу войны Традиционно проходит уже на протяжении 10 лет Возвращение к теме войны после празднования Дня Победы необходимо Считает заслуженный артист России и дирижер оркестра Евгений Федоров В последнее время как-то этот день стал обыденным для нашего населения, можно так сказать Отметили мы День Победы и все забыли А для меня, так же как и для тысячи многих, отцы и деды воевали И для них эта дата очень значима Очень значима и 41-й год, и очень значима 45-й В этом году концерт проходит необычно И программа отличается от прошлых лет Она разделена на две части Песни, которые были созданы поэтами в дни войны И антивоенные композиции, написанные уже после 45-го года В концерте принимают участие заслуженные артисты России Работники культуры и лауреаты международных конкурсов Для самих музыкантов эта дата значит немало У многих есть собственные истории об отцах, дедах и прадедах, прошедших войну Своей музыкой исполнители хотят напомнить людям Что главное – жить под мирным небом и быть равными Исполняя песни военных лет Хочется своим творчеством людям не дать забыть О том, что хоть война уже ушла в историю Но угроза всегда над человечеством висит и до сих пор Поэтому, чтобы от малого велика помнили Военные песни, они не только про войну Они и о любви, конечно же И хочется дать понять людям, вспомнить о том Насколько это тонкая грань Что как легко можно все это разрушить Перед концертом каждый желающий сможет зажечь свечу в честь своих родных Воевавших на фронтах или погибших в Великой Отечественной войне Алена Спиридонова, Александр Кретинин, репортер 73 Буквально три месяца назад областной центр принимал участников Всероссийского турнира по баскетболу для лиц С поражением опорно-двигательного аппарата «Ульяновск-Опен-2018» И хотя соревнования такого уровня в регионе проводились впервые По мнению специалистов, они ничем не отличались от игр чемпионата страны Более того, эти состязания стали подготовкой к национальному первенству Среди инвалидов-колясочников Который пройдет в Тульской области осенью Тогда же эксперты сделали прогноз Что наши спортсмены попадут в тройку лучших команд России А сейчас им предстоит сложные тренировки Одну из которых посетил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин В «Фоке Орион» команда баскетболистов-инвалидов-колясочников Первой и второй группы встретилась с председателем правительства региона Александром Смекалиным Главный вопрос, который спортсмены задали председателю Кабмина – финансирование Команда тренируется три раза в неделю И ныне занимает пятые и шестые места на всероссийских чемпионатах Уверенно входят в высший дивизион Результатами тоже показываем свое Как бы не самая последняя из команд, которая в России есть То есть, грубо говоря, где-то 15-16 команд сейчас в России Но пятое место из 15 команд показывает свою роль Перед командой стоит задача войти в тройку и показать наилучшие результаты Всего не для этого есть спортивные коляски, просторный зал и спортинвентарь Но этого мало Ребята в основном нигде не работают Многие семейные И получается, что имеют только пенсию Ну, приходится все-таки мы инвалиды Дополнительно тратиться на витамины, на питание Это все идет с семейного бюджета, с пенсии Но не всегда это приветствуется членами семьи Ну и все-таки мы уже пять лет занимаемся То есть, практически спасибо Минспорту за коляски За форму у нас школу создавать Помимо баскетболистов в секции занимаются дети с ДЦП, пловцы и легкоатлеты Как оказалось, проблемам в юридической документации Ульяновская команда входит в состав федерации По нормативам которой спортсмены должны входить в клуб Такой комплекс живет в своем личном финансировании Сейчас попробуем завести 2-3 ставки в школу Посмотрим, определить, с кого начинаем Нужно проработать индивидуальные случаи Не только общую статистику и положение команд Через неделю этот вопрос разберут на совместном совещании соцзащиты и регионального министра спорта Решение Александр Смекалин обещал сообщить через две недели Юлия Подмарева, репортер 73 Читайте в новом выпуске аргументов и фактов в Ульяновске В рубрике «Главное» массовое отравление детей в двух пришкольных лагерях Пищеблок или бассейн стали причиной кишечной инфекции Пока комиссия разбирается, говорим о проблеме детских лагерей Вот на месте санатория «Белый яр» развернули мегалагерь «Сосенка» на 500 детей С одной стороны, исчезло любимое многими место для семейного отдыха С другой, дети жалуются на питание и многое другое Горячая тема – очередное покушение на сквер у памятника чернобыльцам Много слов было сказано городоначальниками и, казалось бы, попыток строительства в сквере больше не будет Оказывается, разрешение, выданное еще в 2011 году, никто и не думал отзывать Его, наоборот, продлили в 2016 События недели Ульяновск обрастает уродливыми киосками, которые ставят на газонах и даже на проезжую часть Летом стройки активизировались Власть забыла, что пять лет назад объявляла борьбу уродливым конструкциям нестационарных объектов Тогда развернулась настоящая битва А что и почему разворачивается сейчас? Гость номера – Юлия Евдокимова Selfmade Woman или женщина, которая сделала себя сама Всегда обожала архитектуру, но пошла учиться на юриста и влюбилась в юриспруденцию Побывала в Испании, выучила испанский язык В Италии – итальянский Очаровала принца Медича и написала книгу об Италии Как юрист стала официальным представителем консульства Италии в Самарской и Ульяновской областях и Татарстане Содействует продвижению отношений Италии и Ульяновска в области культуры На четвертой полосе о плане москвичей по созданию идеальной модели работы общественного транспорта Который обошелся в Ульяновску в 35 миллионов и не был представлен, как обещали, 18 июня Наболевшую проблему обсуждаем с экспертами На 13-й странице ответы на вопрос «Как заплатим за коммуналку?» Риц разъясняет читателям АИФ расходы ЖКХ Сколько классику не выворачивая наизнанку, она останется классикой Настоящая в зеркале прошлого – это обеспреданница на сцене областного драмтеатра Недавно вышла в свет Ульяновская авиационная энциклопедия, подготовленная НИИ экономики, истории и культуры нашего региона Идея ее издания была предложена короведом Сергеем Петровым Который хочет пойти дальше и высказывать свои идеи и предложения по выпуску и содержанию Ульяновской флотской энциклопедии В рубрике «Ваше здоровье» говорим об особенностях летнего питания и, строго в цифрах, о наркомании По традиции на страницах аргументов и фактов программа передач телеканала «Репортерсиндюстри» И в завершении. Телефон рекламного отдела 304173 Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73» Делайте новости вместе с нами, звоните 304073 Читайте и смотрите онлайн Реальность сама складывает картину дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин